Итак, дорогие друзья, сейчас это не урок, а обзор. Следующий раздел, а я вам напоминаю, мы пишем сайт. Мы пишем сайт социальной сети с разными плюшками. Чат, дискуссии, друзья и все прочее. Но начнем мы с тестов. Ребят, смотрите, я просто сейчас продемонстрирую, чтобы вы понимали. Ну, первое, что мы сделали, это мы установили пай-тест. Установили пай-тест, настроили для Жанга и написали первый тест. Вроде бы мелочь, но на самом деле, на самом деле, размышлять есть над чем. Зачем вообще нам тесты? Ведь, в принципе, без них большинство справляются. Ответ однозначный. Вот в этом видео будет ссылка еще на одно видео. Оно людям понравилось. Видите, 2-7 лайков. В 100 раз быстрее выучите пай-тон. Так вот, на самом деле, чтобы написать тест, нам надо знать, что тестировать, зачем тестировать и как написать тест. А что это значит? Это значит, нам надо в пай-тон двигаться вглубь языка. Абсолютно верно. А в Джанга, Джанга. Копи Джанга. Это значит, что вы разберетесь. Я полностью согласен с большинством людей, которые говорят, что тестирование нужно для того, чтобы работал проект. Разработчики Джанга вообще говорят, что без этого аппетит плохой, это правда. Так вот, смотрите, для нас, учитывая, что большинство новичков, тесты нужны в первую очередь для того, чтобы детально разобраться в Джанга. Это раз. Второе, для того, чтобы ваш проект работал. Ребят, теперь важно, ведь мысли приходят, идеи, не когда проект написан, а когда он тестируется. Давайте я вам продемонстрирую совсем крошечную вещь. Вот, мы написали первый тест, маленький, да? А теперь смотрим. Во-первых, знакомимся, да? Пишем то, что мы раньше изучали, пост, образ, крят, да, метод. А давайте-ка смотреть, а что это такое? Ну, пожалуйста. Уже начинаем чуть глубже. Со справки понятно, что это API модели. Отлично. Так нам же это и надо. Как собираемся разбираться? Да очень просто. Наша задача, как можно больше в процессе написания, работать с API. Ведь именно, какая задача программисты? Я вам говорил в предыдущих курсах. Разместить объекты в базе, извлечь их оттуда и показать. Все банально просто. Но это надо делать практически. И вот мы взяли первый метод, который мы разобрали. Как Жанга создает? При помощи метода Криат. То есть, теперь мы можем писать тесты. Разобрались. Ну, давайте я вам продемонстрирую совершенно простую вещь, которую я рассказывал в уроках. У нас есть модель. Мы же будем тестировать свой, конкретно свою модель. Тест мы настроили, все в уроках есть. Итак, мы писали модель, которая, в принципе, была в предыдущих 41 уроке. У нас есть поле заголовок и есть поле автор. Ну, давайте-ка попробуем создать тест. И мы создали тест. Во-первых, в уроке я старался, я вообще весь проект, как вы заметили, стараюсь, чтобы было как можно больше исключений. Чтобы не было вопросов, а то, когда пишешь проект и нет исключения, потом он появляется, человек падает в обморок. Поэтому мы стараемся вызывать как можно больше исключений. Мы создаем объект, пытаемся, да, и вводим PyTest и видим такое исключение. Node.0, file, block, post, author.id. И действительно, ребята, смотрим нашу модель. Маленький тест, что нам уже дал. У нас мы видим автор, поле многие к одному, то есть foreign key. Иными словами, если мы сейчас просто откроем админку нашу и проверим, вот как мы писали, да. У нас главной страницы пока нет, мы ее не написали еще. Будем писать дальше. Но это уже написано. И попробуем добавить наш пост, да, без автора. И попробуем сохранить. Не получится, правильно? Почему? Потому что мы видим, что по крайней мере два поля, поле автор, а многие к одному, мы должны выбрать. Ну, мы запустили тест, который мы запустили, да, где он у нас делся. Вот он. И он нам выдает Node.0, то есть, иными словами, чтобы все отработало, PyTest предлагает, если ты хочешь создавать title без пользователя, ведь у тебя же foreign key указано, значит, добавь 0. Давайте добавим, это не проблема. Но у нас возникает куча вопросов. Вот это бланк истины убирает. Мы это с вами изучали. Иными словами, 0 истина, когда создается. Ну, вот пользователь, у пользователя есть картинка, он взял ее дофиг и удалил. Картинки нет, пользователь есть, по умолчанию ничего нет. Тогда сохраняется, выходит на первый план поле, что вот это поле является тут 0. То есть, ничего нет, но при этом ничего не ложится, все работает. Хорошо. Попробуем, что сделать. Запустить тест по-новому. Мы настроили так, чтобы ничего не происходит. Почему? Потому что надо запустить миграции. Я использую, как говорил, я использую алиасы, потому что мне в лом набирать Mac Immigration, Migrate, я для себя. Когда взяли, теперь запускаем. Тест отработал, все супер. Да, 0 добавили. Но теперь отвечаю на вопрос. А нужен он или нет? Если мы пишем проект, в котором анонимный пользователь может соблюдать запись, значит, это будет обязательное условие, он сможет создать. В нашем проекте мы предполагаем, что пользователь, в первую очередь, должен быть зарегистрирован. То есть, анонимный пользователь у нас просто видит, но создавать записи он не может. Значит, в принципе, тесту отработал, но вот этот 0, да, он нам не надо. Нам надо, чтобы была ссылка Фаренкей, то есть Фаренкей, многие к одному, иными словами, чтобы поле было обязательно выбрано, когда мы ставим Фаренкей. Но, тем не менее, смотрите, мелочный тест, но ситуация, что делать? И мы отвечаем на вопрос. Если бы у нас проект был и предполагалось, что мы создавали бы, у нас мог бы пользователь создавать анонимный запись, вопросов бы не было, бы мы именно так написали. Написали, да? Но это нельзя. Значит, мы этот 0 убираем, проводим миграции, и запускаем опять PyTest. В данном случае это не полное, получаем. Хорошо, давайте посмотрим, как будет вообще Джанго ругаться. Открываем предыдущие уроки. Я теперь еще скажу, что от вас надо было... Секунду. Открываем предыдущий урок. Как раз напомню, что мы от вас хотели. Есть раздел тестирования. Ваша задача какая была до этого? Ваша задача была научиться работать с PyTest и научиться выводить себе нужный формат, чтобы мы это тренировали. Потому что там еще есть фекстуры, мы разберем, что это такое, но это лучше делать на реальном проекте. Поэтому я это оставил. Сейчас, в данный момент, если не прошли, значит вернитесь в тестирование и пройдите все эти уроки. Пока мы пойдем в последний урок, зайдем. Нас сейчас интересует вот эта строка. PyTest TB нативный. Давайте попробуем ввести и посмотрим, что будет Жанг говорить. Python сейчас, да? И получаем вывод какой? Вывод именно Python сейчас, PyTest. Not.0Content файлит блок пост автор ID. Иными словами, нет, поле 0 нет. Блок приложения, модель пост, поле автор ID. Блок, это вот наш блок, модель, наша модель, пост и поле автор. Помните, я вам недавно говорил, откуда ID появилось? ID всегда есть. Оно всегда есть. То есть, вот это еще раз говорю, ребята. Потому что зачастую вижу вопросы, да, у новичков там. Откуда вы взяли ID? Где оно берется? Любая, любая запись в базе имеет ID. Без вопросов. Просто берем, открываем. Помните, я вам дал утилиту такую пользоваться? Это браузер, да, для Escalade. Так. По-моему, это таблица. Ищем наше поле. Так, вот блокпост, да, наша модель. ID мы видим. Но должно быть еще поле Форенкей. А, ну вот. Автор ID поле. То есть, когда мы создали Форенкей. Отношение многие к одному, где предполагается обязательно выбор одного объекта из многих. Да, один из многих. Многие к одному, да. То есть, выбирается один объект. При этом выбирается обязательно. Автор ID. Джанга все создала. Первичный ключ Джанга создала. Смотрите, ребят. Вот мы еще ничего не делали. Но сколько размышлений нам дал тест. И смотрите, мы уже разобрались во в чем. То есть, запоминаем простую вещь. С тестами. Зачем нам? Вот вы, новичок, пришли и говорите. Бовсуновский, зачем нам тесты? А я вам второй раз отвечаю. Ребята, потому что тесты, для того, чтобы написать, нам надо знать, что тестировать, зачем тестировать. Значит, мы будем разбираться в том, а что есть наша модель. И помните, я вам говорил, есть тонкости в Джанга. Да, мы разобрали модель. Что такое тонкости? Поведение полей. Это, ребята, должно отлетать. Это то, чем мы будем размышлять. Вот я вам сейчас показал. Добавили поле 0. Ага, и размышляем. Если бы у нас мог анонимный пользователь создавать запись, тогда бы мы поставили. То есть, настройки полей должны изучить. И пользоваться что-то справкой. А мы пользуемся справкой. А дальше пойдут API. Чтобы написать тест, что нам надо? Нам надо несколько вещей. Знать, что тестировать. Знать, что мы хотим тестировать. Знать, как записать. Как к этому обратиться. Но ведь сейчас только что мы уже посмотрели метод Криата. И выяснили, как, при помощи какого метода база создает. И воспроизвести все это. А это мы влазим внутрь от Джанга. А это значит, мы понимаем. А это значит, что мы сможем писать абсолютно любые проекты. Ведь приятнее же размышлять. Просто нам не надо ничего запоминать. Ребят, я же вас учу. Мы работаем с доками. И повторяем за мной. Ну, хорошо. Кто вам сказал, что взять и выучить все настройки полей модели? Я такого не говорил. Я сказал знать. Но знать в моем понимании, это уметь пользоваться документацией. Если нам надо, нам всего лишь что надо? Знать, где найти. Дальше мы, ага, забыли, сейчас посмотрели. Потом оно натаскается. Натаскается. Мы же вот когда с вами раньше уроки делали, посмотрели ДБИндекс. И практически посмотрели и подумали, а что, нам пойдет. Взяли, добавили. По одной простой причине, что это то же самое, вот как, ну, примерно как кэш, да? То есть, уже соберет все заголовки. И понятно, что когда мы будем делать поиск по заголовкам, то это будет намного быстрее в разы. Плюс еще редис добавили в джанго, добавим еще редис по кэшу и вообще будет летать поиск. Ну, что бы не использовать. Я к чему говорю? Надо реально работать. Я просто сейчас еще на что хочу заострить внимание. Когда одни ребята рассказывают, вот делаем то-то, то-то, то-то. Нас с вами интересует, зачем, почему мы делаем. Понимаете? И задача в модели, настройки разобрать. Это то, чем мы, ребята, должны размышлять. Я только что вам показал на практике. Это вот когда мы идем в магазин и думаем, так, действительно. Отчего бы мне дб-индекс не поставить, чтобы было быстрее. Хорошо. Я себе иду и думаю. Так, я собираюсь делать дальше поиск по заголовку. Начинаю думать. Действительно. Дб-индекс мне даст то, что джанго в базе подготовит отдельные заголовки. Они будут собраны. То есть обращение быстро. Плюс я себе, думаю, редис добавлю. Там будет база данных, которая может обрабатывать сотни тысяч запросов за единицу времени. Плюс кэш. Ну вообще все. Тогда поиск будет летать. В принципе, то, что меня устраивает. Но, ребят, я хочу, чтобы вы поняли, плохо делать как? Вот часто смотришь в интернете, ребята пишут. Я создал программу, теперь хочу написать тесты. Что сделал этот парень неправильно? Он неправильно сделал то, что его программа была раз 20 лучше. Почему? А потому что мысли то приходят во время тестирования. То ли так записать, потом бац, а может лучше так, а может лучше так. Пошли варианты. А так он сделал, а теперь будет тестировать. Он будет тестировать только, что она работает или нет. Поэтому мы с вами поступим другим образом. Мы тесты будем писать по ходу. Сейчас разберемся с фекстурами, то есть со всеми вещами. Будем писать дальше в приложении, будем писать тесты. Потому что тесты вот так с кондачка быстро не получится. А вот по ходу, так потиху, у нас получится. И в конце концов, что у вас появится? У вас пропадет вот это переживание внутреннее. То есть у вас будет хороший аппетит, потому что у вас есть тесты. Если что-то сломалось, вы сразу починили. И если вы будете отдавать проект, то вы будете в нем 100% уверены. А джанга это что такое? Сделал и забыл. Все. Подводим итог. Прежде чем пойти дальше, мы с вами подключаем тестирование. Тестирование нам надо для того, первое для новичков, чтобы разобраться в джанга. Что от вас требовалось до этого момента? Требовалось то, чтобы вы уже владели пайтест по урокам. То есть вы умели формировать вывод данных, нужный вам. Это уже должно формироваться быстренько на автомате. Либо шпаргалками обложить, но делайте. То есть вот эти вещи я уже объяснять не буду. Мы будем уже работать только над библиотеками. Мы сейчас не будем полностью погружаться в тестирование. Мы разберемся с основными вещами, фикстурами и так далее. Далее будем пользоваться справкой. Дальше пойдем писать проект. А тесты будем писать по ходу. Все. spb-retout.ru Также в описании видео я сделал группу ВКонтакте. Что я здесь собираюсь делать? Во-первых, обзоры уроков. И скорее всего я здесь буду делать тонкости. Например, в некоторых постах будем разбирать те же настройки полей. Ну, разные вещи. То есть, если в уроках мы пишем слитный сайт, то, я думаю, что-то для себя найдете. Интересная по ходу. Ссылка в описании. Захотите, присоединяйтесь, я буду очень рад. Ну, а уроки лучше всего делать на сайте. С кодом, со всем вместе. Все. Спасибо за доверие. Ребят, все получится. Я не вижу причин, чтобы не получилось. Чтобы не получилось. Все. Субтитры сделал DimaTorzok